Всем привет! Вы на канале Сибирия. Сегодня мы будем собирать раков на реке Волга. Будем переплывать на лодке на вот тот остров, называется Тарелка. У меня товарищ, напарник уже качает лодку, чтобы не тратить силы, не сгореть на солнце, чтобы не переплывать на ластах. Мы переплывем на лодке для облегчения. Хотелось бы показать сумки для раков, которые мы пользуемся и которые служили уважение среди подводных охотников, потому что они являются наиболее удобными. Они состоят из вот такой сетки, как мешка. С одной стороны идет веревка с двумя защелками, которые фиксируются на поясе, а с другой стороны, где мы будем вложить раков, идет жесткая резинка. И смысл, значит, следующий. Мы одеваем на пояс этот мешок. Вот. И резинка нам позволяет постоянно фиксировать сетку к животу, чтобы у нас не выходил рак наружу. И можно даже складывать и рыбу, различные предметы. Допустим, если вы найдете там какие-то ракушки красивые, блесна. В общем, очень хорошая вещь. У товарища тоже аналогичная сумка. Сделана тоже из такой сеточки, уже вся перешитая, потому что она чаще пользуется. Здесь еще дополнительно есть молния, которая помогает доставать содержимое. Вот. И с одной стороны идет специальный мешок. Вот у меня с этой стороны тоже идет вот такая вот ткань, которая облегает костюм. Получается, она идет в мешке вдоль костюма. У раков очень много ножек с острыми, как бы, костями, которые могут повредить костюм. Вот. Поэтому для этого вот сделана вот специальная ткань, которая идет вдоль костюма, чтобы нам, ну, не было повреждения в костюме. Здесь идет то же самое, только более плотная ткань. Вот. Она пришита. Вот, в принципе, и все. Здесь выполнен мешок более вертикально, то есть в более продольном соотношении. У меня горизонтально. Горизонтально намного удобнее, потому что, когда набирается около, допустим, девяти килограмм раков, они немножко начинают мешать, ударяешься в коленках, потому что это идет провисание раков. Во время движения идет, как бы, парусность небольшая, и рак скапливается в нижнем положении мешка, и здесь находится, то есть не выходит наружу. Но резинка все равно нужна, чтобы их фиксировать, потому что где-то ты зависаешь, и рак может выскочить наружу. Вот, в принципе, такая вот вещь. Сейчас вам близко еще покажу. То есть вот такая вот сетка идет с вот такой ячеёй. Она тянется, тянется. Обычные защелки папа-мама и регулятор, который мы можем регулировать, там, как нам удобнее, чтобы не тянуло и так далее. Вот, с одной стороны, у нас жесткая идет, то есть ремень, за которой мы крепим к телу, а с этой стороны резинка. И вот такая вот идет внутри тряпочка. И у нас получается мешок не парусит, не мешает движению, и раки не портят костюм, не врезаются своими когтями в неопрен. Вот такая же сумка товарищей, только более вертикальная. Тоже папа-мама защелка такая мощная. Сетка такая вот. Но она более такая синтетическая. Видно, что в это уже есть большие две дырки. Ну и ткань внутри, с этой стороны, которая идет вдоль тела. Вот. И резинка очень-очень плотная. Народ купается вовсю, загорает. Вот, а мы готовимся к нашему небольшому путешествию за раками. Вот такая красотища на средней Волге. Ну и вода, конечно же, прозрачная. Там будет еще лучше. Ружье не буду брать, потому что сегодня цель у меня только раки. Все, поехали. Так, подплываем к острову. Да, раки, наверное, уже здесь, наверное, есть. Наша цель вот эта вот коса была Потому что она же сквозная, да? Ну там не совсем сквозная, но есть выхода там, да. В общем, выход есть. Сквозная вот. Здесь должна быть мель. Вот здесь сейчас из свала будет подъем. И будем идти вот так вдоль берега. Там сетка стоит, буйок. Вот и будем вот так вот идти вдоль травы. Попробуем поискать. Может быть, что-то будет. Да, прозрак прям радует. Ну, раков пока нет. Не видать? Нет, пока нет. Может, это пока не стоит тогда. А у него стоит. Может, так и пойдем. Это вот так вдоль. Да. Как появятся раки, так и будем. Вещущий глаз надо сначала набить на этот рак. Особенно после уголовли кистая. Это после рыбалки, после рыбы надо обязательно набить глаз на этот рак, чтобы увидеть. Смотри, глубина пошла. Не, давай-ка все-таки попробуем. Смотри, глубина пошла. Угу. Наверное, швартуй вон там вот у этого. У дерева. Пойдем. Ой, какое живописное место. Вот тут прям с удочкой сидеть. И встречать старость. Встречать старость. Рассвет, закат. И всю жизнь вот здесь можно прям пробыть и умереть. От укус комаров. Да, от укус комаров. Но ты умрешь и будешь себя чувствовать счастливым человеком. Смотри, кувшинки прям с цветочками. Коряги, камыш, трава, рыба. Мусора вообще нет. Вот вдоль свала-то идти надо. Такие вот кувшинки красивые. Да, рак. Тихо-то идти надо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...